Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру и сегодня мы с вами рассмотрим 27 главу. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его понти Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидел, что он осужден, раскаившись, возвратил сребреники первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Перосвященники, взяв сребреники, сказали, непозволительно положить и в сокровищницу церковную, потому что она цена крови. Сделавши совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землей крови до сего дня. Такие трагические события описывает Евангелист Матфеев, 27 главе, связанной с жизнью Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Мы видим с первого стиха слова «Когда настало утро, то Синедрион собрался для того, чтобы искать причину и для того, чтобы предать смерти Иисуса Христа». Утро настало. Собираются судить те и того, кто для них сотворил это самое утро. сказано, был день и было утро, день один. Бога, Творца Вселенной. Видим здесь и всю душепагубную религию Иуды, который видел только сребро, видел только деньги. Для него на первом месте были деньги. И он предает самого Спасителя. Он думал, что, имея деньги, можно, в общем-то, править любой системой, как многие люди думают сегодня, учениками, любой политикой, любой жизнью, обществом. Но мы видим, что, когда он приходит и бросает эти сребреники, потом уже поняв, что он предал крон в невинную, когда услышал о том, что Синедрион осудил уже Христа, и привели его связанным к Понтипилату, он являет как бы некий образ покаяния. Но это всего лишь образ. Образ не для подражания нам с вами. Такой образ, который здесь выглядит достаточно действенно, и даже намного превосходит, возможно, того образа, который мы видели немного раньше, описанного в 26 главе в последних стихах, когда предал Христа Спасителя, апостол Петр, как сказано, предал его, трижды отрекся от него, но последствия этого отречения было глубокое покаяние, потому что сказано, пошел и горько плакал. Совсем другой образ Иуды-предателя. Он искал в законах небесной правды не правду Христову, не спасение, а он искал земной выгоды. Он предал законодателя, но не желал исправления. Увидел, что потерпел фиаско, потому что увидел, что Христос предан смерти, что-то там ёкнуло, возможно, внутри его, но действия его, сами говорят, за себя. Пошел, как сказано, и удавился. То есть смысл жизни, весь смысл жизни он видел в этих только сребрениках. Какое предостережение нам с вами, как опасно полагать свою надежду на богатство. А не на Христа Спасителя. Тот, который надеется на богатство и то, как мы видим, может быть печальным. Надеющийся на богатство и предающий Христа. Помним встречу Христа с богатым юношей. Тот надеялся на богатство. Не само богатство, которое было у него, приносило ему вред, а его надежда, которую он полагал найти свои средства, деньги вместо Христа. Видим, бросил сребреники в храме, и они берут и покупают на них землю горшочника для странников, для погребения странников. Вот один из отцов церкви, блаженный Августин, пишет, цитата, «Земля этого горшечника тем самым выкуплена была кровью Христа для странников. Для странников, говорю я, не имевших ни дома, ни страны, разбросанными изгнанниками по всему миру кровью Христа обретается покой, чтобы не имевшие никакого имения на земле имели место погребения во Христе». Кто же, скажем мы, эти странники, как непреданные христиане, которые отказываются от мира и не умеют никакого владения в мире, покоятся в этой земле, в крови Спасителя? Конец стат. Какое удивительное, интересное замечание. Итак, тогда, 9 стих, пишет евангелист Матфея, «Сбылось речено через пророку Еремию, который говорит, и взяв 30 серебрников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Пророк Еремия, здесь приводится его пророчество, но когда мы читаем Ветхий Завет, то это пророчество мы находим у Захарии. Но у Еремии дословно именно так не встречаем. Почему так? Разные отцы говорят по этому поводу. Одни, Ироним Стридонский пишет, что это взято, возможно, из другого свитка переписанного, где не столь дословный был перевод и пророк Еремии. Другие говорят, нет, у Захарии. Третьи, некоторые говорят, что предание, оно было живо не в буквализме и не в точной, дословной прям передаче того или иного текста, а в смысле. И не важно было, кто был автором на самом деле этого текста. Важно было то, соответствует ли оно божественному преданию, святому преданию и божественному откровению. Иисус же стал перед правителем, 11 стих, и спросил его правитель, ты царь иудейский? И Иисус сказал ему, ты говоришь. Заметьте, он спрашивает, ты царь иудейский? Он не говорит просто, ты царь, а подчеркивает, иудейский, потому что боялся. Понтипилат его спрашивает, что он назовет себя еще царем, царем римским. Поэтому спрашивает, иудейский их, тех, которые тебя привели. И Христос ему отвечает, ты говоришь, ты сам меня назвал царем, для тех, к которым я пришел. Так Христос и говорил в своей земной жизни, я пришел прежде к дому Израилеву. К дому Израилеву. Он пытался тогда, две тысячи лет назад, и сегодня, спустя две тысячи лет, достучаться до сердец тех, которые его отвергли. Ты говоришь. И когда обвинили его первосвященники и старейшины, ибо ничего не отвечал, они обвиняли его, тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетелей против тебя, и не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Почему Христос молчит? Почему не отвечает и не оправдывается? Он не нуждается в самооправдании. Он уже сказал, ты говоришь, что я царь Израилев. Ты говоришь, что я царь иудейский. Ты сам это засвидетельствовал своим вопросом. И далее не желает отвечать. Само слово молчит, потому что не хочет отвечать тем, у кого есть уши, они не слышат, и у кого есть глаза, они не видят. Пилат не отвечал им. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варнава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варнаву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Очень важное замечание. Понтий Пилат знает, что его предали из зависти. Зависть. Ужасный грех, на который мы сегодня не обращаем даже порой внимания. Ну, подумаешь, позавидуем. Сегодня у людей даже существует такая пословица. Главное, не навреди. И эта пословица проникает и в церковную среду. Главное, не навреди. А здесь вред наносится внутри человеческой души. Зависть внутри его ума, внутри его сердца. И потом это все превращается в волю. Помним, кто позавидовал в начале истории человечества. Позавидовал Каин, Авелю. На что же позавидовал? На то, что Авелю служит Богу. На то, что Авель исполняет слова «Да будет воля твоя, як на небеси и на земли». Он приносит жертву. Бог, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Чему же тут завидовать? Чему завидовать, что православные христиане ходят в храм? А те, которые не ходят в храм, они завидуют. Тому, чему завидовал Лаван, когда гнался за Иаков, он прообраз дьявола Лавана, Иаков прообраз спасителя. Чему же завидовать? Завидуют тому, что за ним шел народ. Завидуют тому, что они слышали Христа. Зависть порождает человеку убийство. И здесь Пилат видит их лукавство и знает, что из зависти хотят предать его. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Что это такое? Жене, как пишет, например, об этом Иероним Стридонский, было откровение во сне. Она пострадала за Христа. Она видела, что он праведник и пришла засвидетельствовать. Тот же Иероним Стридонский задается таким вопросом. А почему сон не был самому Понтипилату? И отвечает на него, он бы не поверил. Но через жену, возможно, поверил бы. Кто такая была жена Понтипилата? Это была Клавдия. О ней сказано, между прочим, в Священном Писании в послании к Титу упоминается. Ученики мои, последователи, среди этих имен упоминается и Клавдия. И действительно было откровение, что он праведник Божий. И она его хотела донести до Пилата, но Пилат не послушал. По преданию, Клавдия, она была в дальнейшем приговорена к смерти. Но смерти не претерпела, так как уверовала во Христа. К смерти не претерпела, но была изгнана в ссылку, пожизненную ссылку. И как свидетельствуют некоторые, что своим именем все знали, кто она. Были у нее какие-то связи в Римской империи, потому что, ну, жена все-таки такого Понтипилата. Были эти связи, и она помогала даже узникам. Люди ее почитали, как-то приносили, помни ее прежние, кем она была. Такие есть сказания о ней. Ну, это вот область, в общем-то, предания. Кстати, в Эфиопской, в Копской церкви почитается Японтипилат, и говорит, что Японтипилат, я как покаялся, ну, нашей традиции в древней мы этого не находим. Но первосвященники и старейшины возбудили народ против, и просить Варнаву, возбудили народ просить Варнаву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы Я отпустил вам? Они сказали, Варнаву, Варнаву. Пилат говорит им, да, вот как звучит этот стих, но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варнаву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы Я отпустил вам? Они сказали, Варнаву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемого Христом? Говорят ему все, да будет распит. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Они еще сильнее кричали, да будет распит. Мы видим, что как бы Понтипилат старается уговорить эту толпу взбешенную, видя, что они хотят, чтобы был помилован разбойник, этот Варавва, Варавва, но предать, и тут еще и свидетельство жены, что был какой-то солный, который встревожил Клавдии, она была празелитка, как многие говорят о ней, что она была из народа израильского празелитка, то есть принявшая вшедшая в завет с Израилем. И правитель сказал, какое же зло сделал он, но они еще сильнее кричали, да будет распит. Пилат видит, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки перед народом и сказал, невиновен я в крови праведника всего, смотрите сами. Фактически Пилат здесь исповедовал, что он праведник, но мало исповедовать словом, нужно еще исповедовать и делом. он просто умывает руки, желая, чтобы не было возмущения в народе. Так и написано, увидит смятение, а что главное для правителя, что главное для людей власть имущих, чтобы все было тихо, чтобы никто не бунтовал, не дай бог, какое здесь в народе будет бунтарство, поэтому это неприятно любому правителю, потому что нужно принимать какие-то меры, которые непопулярны против своего народа, как-то успокаивать народ. Чаще это иногда происходит насильственно, с дубинками, и Пилат этого не хотел допустить. Он умывает руки и говорит, делайте, что хотите. Отвечал дед народ, сказал, кровь его на нас и на детях нашим. Вот это он точно засвидетельствовал народ иудейский о себе. Действительно, рассеянный сегодня, рассеян этот народ по всему лицу земли. Как-то уже говорил об этом, что в одной из беседе, в которой я был свидетелем с раввином, был задан вопрос, почему у вас до сих пор нет храма, который был разрушен две тысячи лет назад, в 70-м году, как об этом описывался Иосиф Лави. Что вы такого сделали, что у вас нет единственного места поклонения? Я так задумав, сказал, я понял, почему вы клоните. Тогда отпустил им вараву, а Иисуса бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса, в приторию собрались на него весь полк, как на разбойника, целый полк собрать. Но это все было для издевательства. Мы знаем, когда собирали полк, большое количество военных, чтобы показать свою какую-то власть, чтобы дать возможность солдатам показать и утвердиться в своих казнях, в своих судебных процессах, такой наглядно показательный урок. и раздели его, надели на него багреницу, сплетши венец и стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и становились перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский, плевали на него, взяв трость, били его по голове, когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды и повели на распятие. Такое издевательство, кощунство, насмешки, оплевания, это все Христос претерпел ради нас, ради нашего спасения. На самом деле, на нашу голову должен быть одет этот терновый венец, потому что вечно в этой голове всякие непотребные помыслы. На самом деле, должны быть были распяты наши, и пробитые гвоздями наши руки, потому что эти руки вечно тянутся на всякое непотребство. Должны быть пробиты наши ноги, потому что они бегут порой на всякую неправду. Но Христос все это претерпевает ради нас. И повели, как сказано, его на распятие. Выходя, они встретили одного киринятина по имени Симона всего заставили нести крест его. И придя на место называемого Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешав желчью и отведав не хотел пить. Кто такой был этот Симон? Он был язычник, но он удостоился нести креста Христова. Кирилл Александрийский об этом пишет, святитель говорит так, что не удостоились иудеи понести креста Христова. Язычник удостоился. Поэтому Христос и говорит, как мы об этом читали ранее, кто следует за мной, но не берет креста своего, тот не достоин меня. Симон. Действительно, впоследствии этот человек Симон уверовал во Христа. и стал его последователем и учеником. И мы видим дальнейшие события, трагедии, которые невозможно читать просто. Дали ему пить уксуса, смешавшего с желчью, и, отведав его, не хотел пить. Распявшие его делили одежды его, бросали жребий, и, сидя, остерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его, сей сын царь, сей есть Иисус царь иудейский. Сей есть Иисус царь иудейский, как мы знаем по-римски, по-гречески, на-еврите. 53 глава пророка Исаия подробно описывает все эти события. Он Он истезуем был 53 7 Но страдал добровольно, не открыл ус своих, как овца веден был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверст ус своих. От ус и суда он был взят, но рот его кто изнеснит? Он извязлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранове его мы исцелились. Вся 53 глава, такое впечатление, когда читаешь пророка Исаии и другие главы, 39 и 40 и 7, как будто он все это стоял у подножия креста, особенно то, что касается издевательств над Христом и его смерти. И далее мы читаем проходящие злословили его, да и одежде моей бросали жребий, все это есть в ветхозаветных пророчествах, все они сбываются, приходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, и говоря, разрушающие храмы в три дня созидающие, это единственное обвинение ложное, которое они нашли, они его повторяли, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста, но с креста не сходят, с креста снимают. С креста не сходят, с креста снимают, это, между прочим, слова святителя патриарха Тихона, когда ему предлагали бежать за границу, тогда, когда начались эти все годы, в 1923 он отказался, и произнес эти слова, с креста не сходят, с креста снимают. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами, фрисеями, насмехались, говорили, других спасало, себя самого не может спасти, если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверен в него. Зрелище, чудо, не понимают, что творят, и не понимают, о чем просит. Уповал на Бога, говорят, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын. Также разбойники, распятые с ним, поносили его. Мы знаем, что в ангелисту Луки описывается, что один разбойник поносил, а другой покаялся. И другому разбойнику он говорит, ныне будешь со мной в раю. От шестого же часа тьма была во всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Илли, Ламасово, хвани, что есть Божий мой, Божий мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова, это молитва Бога, Иисуса Христа к Богу Отцу, потому что Христос стал Бога-человек. Он показывает всю оставленность человеческой природы, если она не соединяется со Христом. всю оставленность грехопадения человека. Поэтому он говорит здесь и возносит эту молитву от всего рода человеческого. «Господи, почему ты меня оставил?» Так рассуждают многие люди. Они говорят, «Господи, почему ты меня оставил?» Но Бог не оставляет нас никогда. Сказано, «Если даже родная мать оставит тебя, я тебя не оставлю никогда». Здесь говорится об оставленности греховного человеческого стремления и желания, которые Христос уничтожает на кресте. Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «Илью он зовет». И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом, положил на трость, давал ему пить. Это было такое средство, когда человек выпивал это, как средство облегчения, как некая анестезия. Но Иисус Христос отказался от этого, как пишется и в других Евангелиях. Иисус же опять возопил громким голосом и испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля растлилась, и камни расселись. Завеса разорвалась. Закончились ветхозаветные жертвоприношения. Разодралась завеса. Разделились два народа, как пишет об этом опять же Кирилл Александрийский. Разделились два народа, языческий и иудейский, как это завеса. И камни расселись. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Потому что свершилось. В этот момент, когда Христос был, умертвил грех на кресте, свершилось воскресение, совершилось воскресение человека. Свершилась победа над смертью. Поэтому мы теперь и говорим ад, где твоя сила, смерть, где твоя жала. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Тела усопших святых, не сказано просто души. Очень важное, кстати, здесь указание, что тела усопших. Об этом Иов, многострадальный тогда еще в Ветхом Завете, в самой древней книге Ветхого Завета, так и восклицал, «Я знаю, Искупитель мой жив, и в последний день он восстановит тело мое, и глаза мои не другого узрит его». Это ответ всем тем, кто верит в разные системы реинкарнации, что душа человека вселяется в другого человека и прочее галиматья. Ответ всем, что именно тела усопших, именно наше преображенное естество воскреснет и в последний день при звуке трубном ангела. Выйдя из гробов по воскресенью вошли во Святой Град и явились многим. Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения, все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Там были также и смотрели и издали многие жены, которые следовали за Иисусом из Галилея, служа ему, между ними был Мария и Магдалина, Мария, мать Иакова, Иосия и мать сынов Завидеевых. Лонген Сотник исповедует его, исповедует Христа и говорит, что он был Сын Божий. Мы знаем о его житиях. Именно он по преданию пронзил компьем уже в общем-то умершего Христа. Но из раны брызнула кровь и вода, и они попали на глаза Лонгену Сотнику. Известно из предания, что он был слаб на зрение, как воин, и очень об этом переживал, что его могут уволить из римской армии. Но благодаря Христу он обрел исцеление не только своих глаз, но и исцеление своей души. Он последовал за Христом и стал его учеником. Также сказано и Марии и Магдалине, что эти женщины блаженные, счастливые, следовавшие за Христом. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Ромофеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Мы помним, что он боялся открыто исповедовать Христа, но тайно приходил по ночам и учился у Христа. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова, тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело Иосиф, обвил его чистой плащаницей. Это та самая туринская плащаница, которая сохранилась до сегодняшнего дня. И положил его в новом своем гробе, так и сказанному пророку Исаии. Так и сказанному пророку Исаии в 9 стихе. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не было лжи в устах его. Это пророчество, которое было произнесено за 700 лет до жительства Христова, сбывается сейчас. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей, положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Блажда Мария Магдалина, другая Марина, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, то есть суббота, собрались пересвященники, фарисеи к Пилату. На самом деле они здесь нарушают субботу. Не даром Евангелист Матфея это указывать, чтобы мы это поняли. Нельзя было делать никаких собраний, кроме синагоги. Они нарушают субботний день, начинают заниматься мирскими делами. И говорили, господин, мы вспомнили, что обманщик, тот еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну, и так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу воскрес из мертвых, и будет последний обман, хуже первого. Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите охранять, как знаете. Они пошли, поставили у гроба стражу и проложили к камню печать. мы видим, что и знаем из предания, что здесь, в этой страже находился также Лонгин сотник со своими друзьями, с двумя еще человеками. Когда ему предложили эти сребреники за обман, он не согласился и ушел оттуда, и покинул пост, и примкнул к ученикам Христовым. Тогда других поставили, нашли других, уже тех, которые, в общем-то, и не были свидетелями, очевидцами, потому что Лонгин был сотник, очевидец, а другие не были очевидцами, но они были лжесвидетелями. Их подкупили и сказали, скажите, те убежали, а вот вам деньги, скажите, что его украли ученики. Мы видим, что Понти Пилат к этому делу относится даже брезгливо уже. Он говорит, все, заканчивайте с этим, отмахивается от этого рукой. Так и не пришел к покаянию. Они делают это, накладывают печать, на гроб Господень. И так завершаются эти события, связанные с распятием Христа. Не положили, пошли, поставили у гроба стражу и приложили в камню печать. Так совершаются все события, которые были изложены в пророчестве Ветхого Завета. Господь Иисус Христос претерпевает за нас крестные страдания, претерпевает за нас смерть. Но этим все не заканчивается. Мы знаем, что Господь Иисус Христос и воспеваем это в пасхальные дни смертью смерть поправ, смертью смерть уничтожит. Поэтому все, что происходило там, это касалось дела нашего спасения. Поэтому каждый раз, когда мы совершаем тот или иной грех, или собираемся совершить тот или иной грех, хорошо прочитать 27 главу, что стоило Сыну Человеческому, Господу и Спасителя Иисуса Христу, претерпеть нас ради человека и нашего ради спасения. Будем помнить об этом и не забывать. И читать Евангелие и вникать в Священное Писание, дабы сердце наше не огрубило. Сыну Человеческому,